Как подростку порадовать себя и свою девушку дорогими подарками. Из множества способов несовершеннолетний сравчанин выбрал незаконный путь. Он крал дорогие вещи и ювелирные украшения. Из квартиры своей очередной пассией он похитил деньги, которые мама девушки откладывала на большую покупку. Последний раз деньги свои видел в марте месяце. Залезло, денежные средства вроде на месте, стал их пересчитывать. Оказалось, что 40 тысяч настоящими купюрами и 200 тысяч купюрами банка приколов. Сотрудники уголовного розыска быстро установили причастность незадачивого ухажера к хищению денег. Так как всего месяц назад в отношении него завели уголовное дело по краже золотых украшений. Дал признательные показания, написал явку с повинной. Денежные средства потратил на свои нужды в городе Нижний Новгород. Для сотрудников госавтоинспекции неделя также выдалась непростой. На дорогах произошло несколько аварий. В трех из них пострадали люди. ДТП на улице Силкина с несовершеннолетним мотоциклистом вызвало волну слухов и домыслов о том, кто же из участников дорожного движения спровоцировал эту аварию. Сотрудники ГИБДД отметили, что для определения степени видны каждого проводится административное расследование и изучается информация из различных источников. Где-то регистратор есть, где-то там кто-то где-то что-то заснял. Машина какая-то ехала навстречу, попутно направлена, может кто-то стоял на светофоре. Все это получается в процессе расследования и оценивается уже в совокупности своей. За рулем мотоцикла находился юноша 2002 года рождения. В силу возраста у него не было водительского удостоверения. После ДТП юноша был госпитализирован в хирургическое отделение КБ-50 с отрясением головного мозга и ушибленными ранами головы и тела. Елена Грискова, Владимир Листик, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24.